Вот в чем проблема. Если даже человек наделен разумом предприимчивым и видит, как, скажем, сделать деньги, самое важное не злоупотребить разумом. Мы теряем все, чем злоупотребляем. Теряете деньги, потому что злоупотребляем деньгами. Теряете положение общества, потому что злоупотребляем этим положением. Теряем жену или мужа, потому что злоупотребляли своим положением женой и мужа. И также разум нужно быть осторожным. Если мы не будем служить Богу, мы злоупотребим этим разумом. И получается вот такой парадокс. Богатый нищий в результате. Он злоупотребляет своим разумом. Как мы сказали, разум не только зарабатывает деньги, но знать, как их тратить. Есть продолжение. Мы не можем взять половину истины. Вот только разум и только деньги. Нет. Истину нужно принимать целиком. Пол курицы не работает. Фермер наблюдает за курами. У него ферма. Они несут яйца и дают ему прибыль. Но он хочет усовершенствовать свое предприятие. Он наблюдает, что задняя часть курицы более прибыльна, чем передняя. Передняя клюет зерно, убыток, а задняя приносит прибыль, дает яйцо. Если я возьму пол курицы, я в два раза увеличу прибыль. Не так ли? Это злоупотребление разума. Вот поэтому мы видим такие хитрые сплетения. Вроде люди разумные, и они, тем не менее, злоупотребляют этим разумом. Почему? Не знают истину. Часть какого-то знания получили, специализацию какую-то получили, профессию какую-то получили. А как жить в полном целом, не знают. А разум именно для этого необходим. Как осознать полное целое? Как приносить пользу полному целому? Служение Богу. Как жить так, чтобы все были счастливы? Как помогать друг другу? Поэтому этот богатый нищий называется еще сторож денег. Собственных денег. Он их просто сторожит всю жизнь. Он живет как нищий.